Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия А еще я очень люблю проекты С большим громоздким названием Они как будто бы сразу внушают Говорят, что все серьезно Тебе не обо что, не конкурс звезда Конкурс лучик или конкурс вокал Ну пожалуйста, у нас с вами Я еще раз Федеральный проект Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока Я точно знаю, что что о некоторого рода музыкальных проектах в рамках открытой студии, правда, еще до ремонта, как мы с вами за эфиром ответили, мы здесь уже общались, но появилась достаточно сильная авторитетная приставка, поэтому давайте представим, что мы и слушатели, и зритель вообще не имеют представления, о чем будет идти речь. И начнем с самого верха, начнем с заглавия. Что это за проект? Расскажите о нем, пожалуйста. Проект существует с 2019 года, когда я как педагог детской школы искусств города Гаджиева решила, что нашим ученикам можно дать нечто большее, чем сейчас у них есть, и пригласить сюда, к нам в регион, в Мурманскую область, непосредственно на места, как я говорю, с доставкой на дом, именитых музыкантов-педагогов из Петербургской консерватории, из Московской консерватории, из других учебных заведений. Причем для меня было важно, как педагога, как музыканта, чтобы эти люди были музыканты-педагоги. То есть вот такая вот составляющая, знаете, как говорят, не все музыканты в хорошей педагогии, наоборот. Вот для меня было важным найти вот эту золотую середину вот этих замечательных специалистов, и мне это удалось, на мой взгляд, потому что результаты говорят сами за себя. И по шести музыкальным специальностям, основные музыкальные специальности мы проанализировали, по каким именно музыкальным инструментам учится наибольшее число детишек в Мурманской области. Мы привозили... Может быть, сразу озвучим, что это за направление? Ну, конечно же, фортепиано, струнно-смычковые инструменты, скрипка, виолончель. Также это у нас народные инструменты, баян-аккордеон, гитара. Хоровое искусство. Кстати говоря, это очень такое интересное направление, потому что редко дают мастер-классы, и приезжают с мастер-классами именно по хоровому искусству, что групповое. Музицирование – это всегда сложно собрать, привезти, увезти, то есть технически, скажем так. Также у нас-то вокал. И во втором сезоне по просьбам трудящихся, как говорится, у нас появилось направление флейта. Отрадно, что в Мурманской области ребята с большим энтузиазмом осваивают флейту. Очень много учеников. Педагоги по классу флейта, наверное, самые заинтересованные, самые фанатичные в хорошем смысле слова, потому что даже уже вне проекта они приглашают наших экспертов в жюри, на различные мастер-классы. То есть я вижу, что у людей это имеет определенный отклик. Вот уже пять лет мы этим занимаемся. Из прошлого года наш опыт был тиражирован на территорию Дальнего Востока, на Камчатский край, со схожей спецификой. И вот такой межрегиональный культурный диалог мы объединяем ребят отдаленных на столько регионов, где-нибудь, например, в Москве или в Петербурге на ведущих академических площадках России. То есть призеры проекта, наиболее перспективные ребята, кого отметили эксперты. Вот, например, в прошлом году выступили на сцене Московской филармонии, Большой Рахманиновский зал. Московская консерватория, Рахманиновский зал. Причем не просто выступили, а еще и в сопровождении оркестра. То есть такой двойной бонус, как говорится. Например, в Московской филармонии ребята выступали в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны. Это же просто мечта. Это даже звучит вау. Это да, это вау. В Московской консерватории ребята выступили с оркестром Московской консерватории. То есть вот постоянно какие-то у нас поиски новых интересных решений, чтобы ребят поощрить. И, как я уже сказала, мы видим плоды этого. Потому что, например, участники первого сезона, это был 19-й год, яркий совершенно пример, в честь года семьи, это будет очень, я думаю, интересно послушать, мы отобрали ребят, было тогда их 12, мальчик из Снежногорска, велончелист среди вот этих 12, и девочка из Апатитов, пианистка. Мы их отобрали, они тогда познакомились, поехали в Петербург на такую поощрительную поездку, выступили в концертном зале в Большом Санкт-Петербургском университете. Потом они решили поступать в колледж, вместе поступили на разные отделения. В прошлом году я их пригласила на летнюю творческую школу в Петербург, и говорю, давайте вы в дуэт объединитесь, раз вы уже взрослые, состоявшиеся музыканты покажете. А сейчас, через месяц, они приняли решение создать семью. То есть, у нас, видите как, для меня это было настолько неприятно. Так часто говорят о том, что музыка объединяет, а такие живые красно-речивые примеры, они дают вес этим словам многократно. Да, это здорово. Мне кажется, даже ради одного такого примера и профориентационного, и семейного стоит трудиться дальше. А давайте, раз уж мы вернулись в 2019, еще ненадолго в нем задержимся, о специфике того, как этот проект вообще начал взаимодействовать. Возникла идея, идея благородная, идея понятная, и идея, на мой взгляд, как человека, не погруженного в, скажем так, бюрократическо-диалоговую сторону этого вопроса, кажется довольно трудной. Потому что, все-таки, пусть наши регионы развиваются стремительными темпами, но его все равно можно относить под отметку на дальних регионах. С точки зрения логистики передвижения гораздо тяжелее добраться, даже с финансовой точки зрения, до нас, чем просто тыкнут карту России от Москвы или Санкт-Петербурга куда-нибудь поближе. Это факт, и это объяснимо исключительно географическими условиями. Тут с этим ничего не поделаешь. К тому же у нас есть еще некоторые особенности, такие как некоторая милитаризация нашей области, города зато, пропускные режимы и так далее, и тому подобное. Ну, все это нашим зрителям и слушателям точно объяснять не нужно. Так вот, идея классная, и первая же мысль, которая, как вообще выстраивался диалог. То есть, мало того, что вам нужно найти было профильников, которые будут отличными музыкантами, я думаю, в России вообще с этим проблем нет. У нас просто великолепные кадры в этом направлении есть. Но, да, вы здорово, что отметили, он должен быть еще и хорошим педагогом, и золотая середина, это всегда непросто. Я даже не представляю, сколько вам пришлось перелопатить ресурсов и с колькими людьми пообщаться, чтобы прийти к полу людей, которые вам нужны. Но вот вы их обнаружили, и все-таки 19-й год был первым. Как получилось это взаимодействие? Вам пришлось привлекать какие-то дополнительные ресурсы? Вы подавали на гранты? То есть, я просто, прежде чем мы обозначим, что мы имеем сейчас, все-таки, ну, 5 лет спустя от проекта, и с прибавленными приставками, с дополнительным масштабом, как получилось все-таки задать ему такой грамотный старт? Тогда это были, конечно, гранты, в первую очередь. Я всегда говорю и своим ученикам, и студентам о том, что сейчас есть такие возможности для реализации своих идей. Главное, все время тянуться к новым знаниям, узнавать что-то, интересоваться. И когда я подавала на свой проект, конечно, я понимала, что есть идеи, это прекрасно. Но, как говорится, вернемся к земному, нужны денежки. И тогда самый первый сезон у нас получил грант Росмолодежи. Я отправилась на форум Ладога в составе делегации, и вот там получилось так вот все удачно. Дальше были уже и президентские гранты различные. В прошлом году это был грант Российского движения детей и молодежи. На Камчатку нам удалось ездить благодаря победе в премии «Мы вместе». Там тоже был достаточно большой грант. То есть сейчас грантовая политика, она, конечно, позволяет осуществлять, неосуществляемая. Потому что даже вот наш проект, у нас есть проекты на полях нашего проекта. Например... Проекты внутри проекта. Да. Это был, например, сводный арктический симфонический оркестр. Мы собрали в ноябре месяце. Идея, конечно, амбициозна. Потому что, когда я впервые рассказала об этом многим своим коллегам, они сказали, ну, давай, попробуй. Отличная фантазия, удачи. Да. И когда в ноябре это все осуществилось, это, конечно, была большая гордость. И, что самое главное, наш зритель этого очень ждал. Об этом сказали и музыканты, которые приехали, и дирижер. Показатель какой? Есть, например, вот концерт для притерпения с оркестром Рахманином в трех частях. И обязательно где-нибудь, вот кто-нибудь из-за огромного этого зала между частями будет хлопать, что является неким мавитоном. В Мурманской областной филармонии в ноябре, когда я как раз-таки собрался этот оркестр, не было ни одного шороха. Представляете? Это настолько редкость, потому что всегда, даже на самых престижных академических площадках Москвы, Петербурга и не только мира, обязательно кто-нибудь будет хлопать. То есть это говорит о том, насколько публика была подготовлена и ждала этого события. Ну и, конечно, насколько это был масштаб, когда мы собрали музыканты. И какой мандраж и благоголение перед происходящим. Конечно, но сама картинка-то это здорово, что стояло, как вы правильно сказали, за кулисами. Одни только контрабасы, транспортировка или новые струны для арфы и так далее. Это знаю только я и моя команда, потому что это такие вещи уже кулуарные, технические. Но это было интересно. Это интересно, потому что идея стоит того. И мы видим интерес, мы видим, что уже другие города интересуются. Помимо грантовой системы, из которой, точнее, исходя из ваших слов, я пришел к выводу, что из года в год приходится искать возможность запрыгнуть в очередной грантовый поезд. Я очень рад, что получается. Вы верно отметили, у нас сейчас и на поприще культуры, и здравоохранения, и развития спорта. То есть я беру в общем-то все социальные связующие. Действительно много реализационных, точнее, много проектов, которые помогают реализоваться другим проектам. И я искренне надеюсь, что эта тенденция не прекратится. Конечно. Информация и в инфополе, и богу в уши, как говорится сразу. Ведь это же, понимаете, не только инвестиция в проект, это инвестиция в Мурманскую область, потому что все гранты это внебюджетные средства, так сказать. И это всегда тоже очень здорово. Вообще я абсолютно по-обывательски ненавижу фразу инвестиции в будущее, потому что чаще всего она несет под собой очень такой красочный рекламный характер, который не всегда обладает весом под оберткой. Но в данном контексте, в данном случае я согласен с вами полностью. Когда мы говорим, все-таки мы говорим об музыкальном образовании, мы говорим не только об эстетике происходящего, мы говорим о развитии новых специалистов, о раскрытии этих талантов, которые помогут и о нашей области рассказать, и утвердить наши позиции на этой музыкальной карте России. Успехи и дальнейшие перспективы, они становятся абсолютно очевидны. Но я хотел сказать, что по логике всего того, что сейчас было сказано, получается, что не только грантовая история помогает этому проекту с года в год двигаться и набирать обороты, укрепляться, но еще и, что очень важно, это искренняя заинтересованность и отдача от его участников. Конечно, потому что для меня, как бальзам на душу, как говорят, когда, например, вчера были мастер-классы, позавчера уже флитовые наши, опять же, Юлия Михайловна Горанникова пролетела, педагоги, школы у себя на страничках пишут в социальных сетях о том, что приехала наша флитовая фея, что дети ее ждут, и вот это, знаете, наставничество для детей, это приятное общение с замечательным педагогом, а сами того еще, может быть, даже не понимая, малыши, они развиваются вот эти вот все пять лет под руководством опытного специалиста, который приезжает и все-таки, когда вот ты один на один каждый день занимаешься с ребенком, да, глаз в любом случае замыливается, педагога, а она приезжает два раза в год, у нас же в концепции обязательно две серии мастер-классов с интервалом в полгода, чтобы эксперт мог оследить динамику профессионального развития ребенка и дать уже ему в том числе профориентационные советы, и вот она приезжает и она уже говорит, так, вот это нужно сделать, это нужно там еще что-то скорректировать, это дает очень хорошие, как я уже сказала, плоды, ну и плюс, конечно, как вы правильно заметили, важно работать на долгосрочную перспективу, чтобы это было не разовое какое-то событийное мероприятие, но чтобы была обязательно обратная связь. Причем по многим причинам, в том числе и элементы привычки, когда ты понимаешь, что уже у тебя есть дополнительный буст, как принято сейчас говорить, в виде профбазы, которая посещает тебя и дает прикоснуться к более широкому спектру знаний. Но самое главное, и это здорово, что мы сейчас отметили это в прямом эфире, на тему замыльности ушей, когда мы говорим о звуке, о работе со звуком в той или иной степени, будь то обучение или звукорежиссура, это настолько важно, и так сложно бывает людям объяснить, почему это нужно, почему необходимо привлекать специалистов со стороны, зачем создавать фокус-группы. А что мы имеем пять лет спустя, и почему 10 апреля в обязательном порядке нужно посетить филармонию, это уже во второй половине программы. А прервемся где-то минут на 2,5-3, не переключайте ФМ-волну и свой телеканал. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала Арсик ТВ, радиостанция Рекорд и ведущий Николай Дукмас. Напомню, что в гостях у нас сегодня автор и руководитель проекта. Мы говорим сегодня о проекте музыкальной надежды Арктики и Дальнего Востока, а также амбассадор международной премии «Мы вместе» Анна Гришко. Это вторая половина программы. Концерт отчетный состоится 10 апреля. Естественно, площадка филармонии. Вы вскользь упомянули в первой половине программы о том, что вчера как раз был очередной на мастер-класс. И также вы отметили еще один важный момент, который я хотел бы и для себя, и для зрителей, и слушателей прояснить, что преподаватели в рамках проекта устраивают две сессии с промежутком в полгода, чтобы была возможность, скажем так, дать какой-то задел, выдать материалы, собрать группу прослушки. Полгода спустя посмотреть на результаты работы, провести точную корректировку. При этом, насколько мне известно, есть определенный отбор на этот проект среди учеников, как туда попасть. Вот мне бы хотелось пояснить, то есть получается в течение пяти лет именитые преподаватели работают с одной и той же командой, которая все эти пять лет обучается с ними, или каждый год это разные дети. А можно ли туда как-то присоединиться, или из проекта выбывают? Вот немножечко механику хотелось бы узнать поточнее. Каждый год, когда начинается сезон, мы высылаем положение и даем, конечно же, определенное количество, максимальное, которое может принять вот одну школу, вторую, третью, как правило, мы даем по одному представителю от направления, но с возможностью резерва в принципе неограниченного количества учеников. И, как правило, наши эксперты никогда не отказывают и максимально продуктивно, все-таки мы занимаемся неделю, то есть это такой творческий десант, который приезжает, шесть педагогов, неделю, вот сегодня они, например, поехали в город Полярный Золь, там десант завтра в Манчегорске. И, как правило, мы никому не отказываем, эксперт работает от и до, потому что это интересно. И кого школа считает нужным, подать, того и она подает. И, наверное, отличием нашего проекта в том, что мы занимаемся не только с уже выявленными талантами, кто уже ярко как-то себя показал, но и в том числе и с ребятами, кому, может быть, требуется профессиональный совет, мотивация и так далее. То есть мы доверяем здесь нашим коллегам из музыкальной школы школы искусств, если они считают, мы берем этих ребят. Я хочу сказать, что это тоже дает хороший результат, потому что ребята, которых мы, например, потом отбираем призеров и введем в Петербург, в Москву, это все, кстати говоря, бесплатно для них. Они начинают совершенно по-другому смотреть. на то, что они делают. Потому что, конечно, если ребенок живет в определенном вакууме небольшого города, отдаленного, он усердно занимается, он очень любит музыку. Но на какой-то момент, уже, да, там, пятый, шестой, седьмой год, когда ребенок взрослит, он не очень понимает, ну, а почему, да, что дальше, куда. Что дальше, перспектива. Когда ребенок уходит на сцену на Московской консерватории, он, конечно, понимает, что, о, а вот это можно. Или тот же эксперт, который его ведет уже, да, у всех такие, знаете, уже дружеские отношения, все друг друга с праздниками поздравляют. И когда, например, ребенок приезжает в Петербург, он говорит, а можно я, например, приду в консерваторию просто посмотреть консерваторию? Или приду на ваш концерт? Они дарят им диски, свои компакт-диски. То есть, вот это вот такая вот, знаете, нормальная, человеческая, профессионально-дружеская атмосфера, это очень здорово. Для ребенка это, вот я представляю, это вообще очень классно, потому что не у всех, да редко, в принципе, у кого есть такие возможности. И что самое главное, когда на афише той же Московской консерватории, в Московской филармонии только дети Мурманской области и Камчатки, например, выступают, такого не было в регионах никогда. Ну, естественно. Это очень здорово, когда региональные исполнительские школы могут быть представлены на столичных ведущих площадках. То есть, что жизнь кипит в регионах, искусство живет, оно развивается. И что еще важно, мы делаем тоже большой акцент на популяризации музыки композиторов региона. То есть, обязательно мы в концертные программы где-то вот на таких крупных площадках обязательно включаем произведения наших региональных авторов. Потому что, сами понимаете, композиторы регионов, как правило, они все-таки испытывают некий такой недостаток внимания. Тут вообще в рамках современных тенденций и условиях современного мира есть очень странный медиаперекос. Сейчас делать музыку, условно говоря, мы с вами только что за эфиром во время рекламного блока говорили там о других музыкальных направлениях, которые не чуждо молодежи. Вот делать музыку самостоятельно и популяризировать это творчество в современных жанрах не такая сложная задача. Благодаря развитию интернета и профильным группам, платформам, а музыку с большой буквы, ну уж, позвольте так выражусь, то есть музыку уровня концертного зала, уровня выступления в филармонии, донести мысль о том, что она не ограничивается исключительно Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, то есть я имею в виду какими-то большими миллионниками с огромными сценами, донести до простого человека довольно сложно. Я вот пытаюсь вспомнить случай, когда вообще вставал вопрос популяризации местных композиторов. Давайте для детей или подростков, которые нас сейчас смотрят, не битмейкеров, не авторов домашних инструменталов, а для композиторов, которые разбираются в нотном стане, которые именно пишут музыку в классическом представлении, сидя с ручкой и листовым тетрадом перед собой, записывая звук, просто понимая его, то есть я говорю, киршир, о профильных образованиях. Так вот, их же очень много, не только в нашем регионе. Их очень много, и это не атовизм, который ушел вместе с Бетховеном и представителями дворянских сословий, которым было нечем больше заниматься, и они развивали все музыкальные направления. Это здорово. Это здорово, и я думаю, что может дать определенные результаты. Но вот прежде чем о результатах я поинтересуюсь, хотел такой вопрос задать, куларного, возможно, характера, как преподаватели. Я имею в виду, преподаватели на местах восприняли этот проект. Ну, то есть, с одной стороны, это как минимум вопрос о замыльности слуха, то, о чем мы с вами говорили, и возможность дать компетентным представителям со стороны взглянуть на результат их работы, по сути, работы педагога. С другой стороны, просто я знаю, что такое бывает, а это иногда встречается легкое неприятие. Ну, что-то в духе, ну, поприезжая со своих мазков, у нас тут, простите, своя школа, своя муштра, и как-то ни к чему вообще ворваться в наш творческий процесс, творческо-образовательный. Просто любопытно. Такое бывало, или за годы проекта его восприняли очень хорошо, и преподаватели для себя тоже что-то в этих мастер-классах находят, а не только дети. Вы знаете, безусловно, всегда играет роль человеческий фактор. Но ввиду того, что изначально я как педагог ставила перед собой целью сделать это социальным волонтерским проектом, то есть не заработать, а ввиду того, что, к сожалению, в нашей отрасли сейчас существует огромное количество коммерческих предложений, проекты, которые дают какие-то мастер-классы онлайн и так далее, и не всегда это хорошего качества, а стоит это совершенно бешеных денег, потому что, когда я рассказываю, да что там рассказывать, на сайте Петербургской той же консерватории висит, например, прайс, официальный прайс, сколько стоит консультация, официальная консультация профессора, потому что это люди, как говорим, неземные, их профессионализм действительно стоит очень дорого, и это правильно, потому что любой труд должен быть оплачен. И там можно посмотреть, что 20 минут стоят столько-то тысяч, а у нас академический час обязательно занять, идут 30 минут, если это малыши, 40 минут взрослые, даже бывает больше, если это уже ребенок совсем взрослый, училищный и так далее. И когда люди понимают эту ценность со всех сторон, что, во-первых, это и финансово, да, бесплатно, а потом, если ты становишься призером, тебя полностью выводят бесплатно в Москву, в Петербург, и куда угодно. Как проще всего объяснить человеку, что это полезно, объясни ему, сколько это стоит, и что он получает это сейчас бесплатно. И, конечно, вот в этом комплексе, наверное, люди понимают, что это важно. И, как я уже сказала, самое главное, это дает плоды. Это настолько здорово, когда мы видим результаты, люди поступают, например, ребята, в музыкальный колледж. Опять же, про обратную связь, когда мы общаемся с педагогами, с теми же, с директорами музыкальной школы, школы искусств, мы выявили у них потребность учиться здесь, они хотят учиться здесь, у нас в Мурманске. А ведь консерватории-то у нас мало в России, в принципе, да? Это правда. Да и не каждый может поступить. Туда можно поступить, когда ты, так сказать, в обойме, когда у тебя пальцы, грубо говоря, шевелятся, бегают по клавиатуре. А когда ты уже опытный педагог, ну, там, с 30-летним, 40-летним стажем, но со средним образованием, ты не говоришь, что ты плохой. Но это адекватно, что ты уже, да, не можешь пойти поступить, сыграть там программу на полтора часа наизусть и так далее. Вот. А требования современные, они диктуют свое. Ведь сейчас система дополнительного образования она переходит на так называемый предпрофессиональный стандарт. А что диктует этот стандарт? Это вот эти восьмилетние программы, так называемые, что уже вот на сегодняшний день 30% педагогического состава должны иметь высшее профильное образование. Это сейчас, когда еще только первые выпуски по этим программам. А когда уже будет полностью вся система. И это все время Топката, да? Да, представляете? То есть, скорее всего, мы внезапно пройдем, что требования изменится, будет 100%. А где мы возьмем столько педагогов? То есть, думать-то на перспективу. И мы на полях вот Мурманской областной думы собирали два круглых стола с представителями Арктического университета, с представителями как раз-таки нашего проекта. Это был Владимир Михайлович Иванов, народный артист России, декан оркестрового факультета Московской консерватории, у которого на кафедре Юрий Абрамович Башев отработает и все. Мария Герна-Людько, декан вокально-режиссер факультета Петербургской консерватории, заслуженный артисткой России. И вот шесть человек, представители Министерства культуры, Думы, Арктического университета, музыкальных школ, обстоятельства, какая была концентрация умов. И на выходе мы договорились, что на базе Арктического университета открывается высшее профильное образование направление музыкальная педагогика. И я считаю, что это большой прорыв, потому что с этого года уже полный набор приступили к обучению люди, потому что высшее образование нам очень ценно, потому что это не курсы какие-то, это именно высшее профильное образование. И, как мы говорили, не обязательно, что люди не могут поступить в консерваторию, потому что с руками и так далее. Не все могут отправить ребенка учиться в другой город. Это же и финансово достаточно накладно, это надо там и жить. Кто-то, может быть, не может учиться. Можно даже не перечислять количество проблем, потому что это действительно непростая задача. Если можно было поставить красивую вишенку на тортик, то у вас получилось настолько спелую, яркую и сочную на этот тортик опустить, что тортик начал скрипеть и прогибаться. А это великолепная новость и показательный результат. Мы говорим о том, что проекты, которые дают теоретически долгосрочную перспективу и совершенно точно яркий импульс привлечения внимания, по итогу шлейфом, но, наверное, шлейфом будет некорректно сказано, скорее тяговой силой, тянут за собой изменения. Изменения туда, куда мы хотим. Изменения в наш регион, в жизнь нашего региона, которые исключительно имеют позитивную коннотацию и окрас. Сделать его лучше, сделать его доступнее, сделать его достойнее. И вот здесь можно под каждым условом дать определенную расшифровку в направлении нашей с вами беседы, но я думаю, в контексте всего, что было уже сказано, оно и так будет понятно. Я искренне благодарю вас за визит. К сожалению, мне придется отложить оставшиеся 54 вопроса, потому что времени уже нет на то, чтобы поговорить, но я убежден, что мы не в последний раз в рамках открытой студии включаемся. Еще раз напомню, что проект пройдет 10 апреля в Мурманской филармонии. На этом, к сожалению, все. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всех ждем 10 числа в филармонии. До свидания. До свидания. Открытая студия. Субтитры создавал DimaTorzok